За год с июля 2023 по июнь 2024 года расходы на загранкомандировки молдавских депутатов превысили 4 миллиона 400 тысяч леев. Это почти на 1 миллион больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по поездкам за рубеж, понятное дело, являются представители правящей партии. Депутаты ПАС занимают всю первую десятку по активному выезду за границу. Миллионные расходы понес госбюджет, то есть мы с вами на загранкомандировки депутатов. Как отмечается в отчете Ассоциации Промо-Лекс с июля 2023 и за полгода нынешнего года на эти цели было потрачено 4 миллиона 400 тысяч леев. На поездках народные избранники точно не экономили. Это на 994 тысячи леев больше, чем за предыдущий период. Большинство поездок парламентариев или 69% из них были связаны с участием в региональных и международных мероприятиях. 23 раза народные избранники ездили за рубеж с так называемыми учебными визитами. 17 раз с рабочими визитами и только 5 раз за этот период у представителей парламента были официальные визиты. В основном за границу у нас ездят депутаты, отправящие партии действий и солидарность. Как отмечается в отчете Промо-Лекс, из 70 выезжавших депутатов 60 были от ПАС, остальные 10 от блока коммунистов и социалистов. Независимых депутатов и представителей блока Победа руководство парламента продолжает игнорировать и не включает в списки для заграничных командировок. Так как за границу в основном выезжают депутаты ПАС, то в общей сумме расходов на загранкомандировки на них пришлось 64% потраченных средств или 2,8 миллиона леев. 30% или 1,3 миллиона было выделено на командировки сотрудников секретариата парламента. И только 6% или 250 тысяч леев на выезды депутатов в фракции блока коммунистов и социалистов. Лидером по поездкам за рубеж за это время был председатель парламента Игорь Гросс. Его визиты обошлись налогоплательщикам в более чем 310 тысяч леев. Только за 6 месяцев этого года он ездил за границу 10 раз, как во главе делегаций, так и самостоятельно. Самой дорогостоящей поездкой она стоила 131 тысячу леев. Стал визит во Францию в конце мая по приглашению председателя Национального собрания Французской Республики. 93 тысячи леев стоил визит делегаций во главе с Гроссу в Вену для участия в конференции председателя парламентов государств-членов стратегии Евросоюза для Дунайского региона. И 87 тысяч леев поездка в Пальма-де-Майорку на конференцию глав парламентов стран Евросоюза. Кроме Игоря Гроссу в загранкомандировки часто ездили и другие депутаты ПАСС. Например, Инна Кашеру, Дойна Герман, Наталья Давидович, Ион Гроза и Михаил Попшой, который тогда еще не был назначен министром иностранных дел. На каждого из них потрачено более 150 тысяч леев. Практическая польза таких поездок очень сомнительна. Пара протокольных фотографий под обострастные заявления о желании Молдову вступить в ЕС и жалобы на российские угрозы. Стандартный набор. Как заявлял ранее лидер политического блока Победы Илон Шор, по сути власть бессмысленно тратит государственные деньги вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами народа. В этом году представители ПАСС еще и активно использовали оплачиваемые из бюджета поездки для встречи с представителями диаспоры в предвыборных целях, чтобы агитировать за Майю Санду и инициированный ею референдум.